Всем здрасте, я Алексей Романов, рад вас приветствовать у себя на канале. Значимая большая новость сегодняшнего, вчерашнего и, думаю, нескольких, как минимум, будущих дней. Это протесты в Узбекистане, протесты в Каракалпахской республике, в городе Нукус. События большие, уже драматично, десятки тысяч людей вышли на улицы, уже собраны силовики. И, как говорят, вчера вечером туда привезено, доставлено сразу несколько самолетов узбекского ОМОНа из столицы, из Ташкента. До разгонов дело не дошло, но ничего подобного исключать нельзя. В чем причина протестов, что заставило людей выйти на улицу? Во-первых, в Узбекистане сейчас проводится конституционная реформа. Несколько дней назад были обнародованы, вынесены на всенародное обсуждение поправки Конституции. Их много, около двухсот. То есть, Конституцию собираются переписать основательно. Во-вторых, сама Каракалпахская республика, это не рядовая область в Узбекистане. Она и в самом деле достаточно суверенна. Вплоть до того, что в узбекской Конституции, вот в ныне действующей, есть две статьи, в одной из которых говорится, что у Каракалпаки есть суверенитет, она им обладает. А во второй говорится, что жители республики по результатам внутреннего референдума могут даже выйти из состава Узбекистана. И вот именно эти две статьи, новыми поправками, вроде бы как, должны быть фактически отменены. То есть, причина понятна. Людям не нравится то, что их республику лишают суверенитета, лишают самостоятельности, не сводят к обычной области. Спрашивается, для чего узбекским властям понадобилось это делать? Зачем вот эти две статьи из Конституции убирают? О каком-то каракалпакском сепаратизме вроде бы речи не шло, мы искали, мы не обнаружили, никто вроде бы отделяться не собирался. Ну вот есть это право, оно записано, но пользоваться им, ну вот мы такой информации не нашли, я не нашел. И тогда остается два ответа, почему это было сделано. Они прямо противоположны, но как ни странно, в итоге сводятся к единой первопричине. Вариант номер один. Вот эти две статьи о суверенитете убрали случайно. Сдуру, не подумавши. Вариант второй. Это большая игра, это игра с далеко идущими планами, это всерьез. Либо сдуру, либо заглядывая далеко вперед. Но в итоге все равно это сводится к первой причине. Давайте назовем это так, особенностями узбекской суверенной демократии. Другими словами, если бы не меняли сейчас Конституцию, то ничего бы и не было, никаких протестов. Зачем ее понадобилось менять? Ну вообще-то меняют ее в Узбекистане уже в 16 раз. Республика, которая 32 года от роду, в 16 раз переписывает свой основной закон. Дело здесь это, видимо, рутина, но уж точно отработана для до мельчайших деталей. А вначале вот нынешний этап, всенародное обсуждение. Мы проанализировали изменения Конституции Республики Узбекистан, внесли свои предложения. И мы надеемся, что наши предложения послужат для большего благосостояния Республики Узбекистан. Затем будет следующий этап, скорее всего, уже ближе к концу года, когда людей пригласят в кабинке. И тогда состоится всенародное одобрение. Ну а затем, когда граждане Узбекистана буквально сердцем проголосуют за поправки в основной закон, будет объявлено об обнулении президента. Очередно. Ну а как вы хотели? Смотрите, вот предыдущий президент Узбекистана, он правил 25 лет. Ну, два года, ладно, при советской еще власти, но 23 года уже в демократическом, в демократическом Узбекистане. При том, что в узбекской Конституции есть та же норма, которая была в нашей российской, что находиться на посту президента человек может не более двух сроков подряд. И тем не менее, 23 года. По всей видимости, именно в Узбекистане и изобрели этот трюк с обнулением. Когда переписывается Конституция, причем не важно, что в ней меняется, хоть пара запятых, но формально это новый основной закон и формально это новый отчет сроков для президента. Ну, причем делалось это в Узбекистане в те предыдущие переписывания Конституции не без изящества. Каримов правил сперва по пять лет. Потом Конституцию переписали, сделали семь. Потом Каримов подумал, сказал, нет, все-таки лучше, если вновь будет пять. И вот нынешний его преемник, вновь подумав, говорит, нет, ребята, давайте все-таки сделаем семь. Понятно, зачем ему это надо. Он уже вот в конце прошлого года избрался на свой второй срок. Сейчас он делает обнуление плюс два по семь. Итого 14 лет спокойно. Цель понятна, цель очевидна. Все остальные, вот кроме этого, 200 поправок вообще никакого значения не имеют. Это не более чем дымовая завеса. И вот тут вот и возникает вопрос. Что это было, случайно, тем не менее, задели Каракалпахскую республику или намеренно? Если случайно, ну, наверное, поправится. Если намеренно, то, скорее всего, это все-таки часть некой стратегии по укреплению власти. Что нынешний президент Узбекистана, продлевая свое правление, в том числе на всякий случай, страхуется и от любого призрака даже, не признака, сепаратизма. Что будет дальше, как дальше будут развиваться события? Опять-таки, все зависит от того, почему решено было сегодня даже формального суверенитета Каракалпахскую республику лишать. Если случайно, то быстренько отыграют назад, скажут, ну, у нас же всенародное обсуждение, вот, обсудили, давайте эти две поправочки уберем, которые отменяют суверенитет и право выхода. Если же эта игра серьезная, если это, в самом деле, укрепление почвы по-взрослому, что называется, для авторитарной вертикали, то развитие событий может быть любым, вплоть до силового. Ну, а как в Узбекистане умеют подавлять силовым образом акции протеста, мы с вами знаем. К сожалению, таких примеров достаточно. Самый яркий из них, это, конечно, события в Одежане в 2005 году, когда волнение из-за ареста, там что-то было связано с религиозным вопросом, из-за ареста нескольких людей развивались, как катится снежный ком. Сперва это были митинги, потом попытки отбить арестованных на митинги, захват полицейского участка, воинской части. В общем, закончилось тем, что протестующих расстреливали из БТР. Даже по официальным данным, тогда, в 2005 году, в одержании погибло около 200 человек, по неофициальным в 10 раз больше. И, наверное, не случайно, вот сейчас, когда только появились первые новости о протестах, о больших, крупных протестах в Узбекистане, к ним оказалось приковано такое внимание. Ну, потому что мы знаем, чем это может в Узбекистане кончиться. Видели? Ну, а для нас с вами из этой истории вытекает, как минимум, два урока. Во-первых, мы наблюдаем, как костная, устоявшаяся, жесткая вертикаль власти становится одновременно еще и хрупкой. Я тут не могу не вспомнить замечательный советский мультфильм «Бременские музыканты». Помните, там была песенка «Охрана», «Охрана», «Встает охрана», да? И там был такой куплет. Если близко воробей, мы готовим пушку. Если муха, муха, бери, взять ее на мушку. Я только сейчас по-настоящему понимаю, насколько правительский оказался текст этой песенки. Если предположить, что они не короля охраняют, а вот такого вот вечного президента, вроде Елбасы, вроде Юртбаши, вроде нашего несменяемого, вроде батьки Лукашенко, да? То они делают все правильно. И по воробьям надо стрелять, и по мухам, причем из главного калибра. Потому что чем жестче становится авторитарная власть, тем труднее уловить, откуда прилетит что-то, что может ее разрушить. И муха, и воробей могут взять и превратиться однажды в черного лебедя. Так что правильно, с их точки зрения, они сейчас делают, если пытаются все это задавить. Мы же смотрим и тоже это понимаем. Ну и второй, наверное, урок для нас, для России. Смотрите, был Каримов, президент Узбекистана. Одно французское издание назвало его диктатором. Дочь диктатора решила с французским изданием судиться и проиграла. И получается, что сейчас предшественник нынешнего президента Узбекистана, это диктатор. Нынешний президент Узбекистана, заняв его место после смерти диктатора, ничего принципиального в государственной системе страны не изменил. Значит, по факту и он диктатор. А еще мы точно такую же трансформацию видели в соседнем Туркменистане. Много лет сидел Ниязов, пришел Бердым Мухаммедов. Вот теперь еще один, следующий. То же самое, по всей видимости, вот-вот произойдет в Таджикистане. Много лет сидел Рахмонов, стал Рахмоном, а теперь, скорее всего, будут его прямые кровные наследники там, когда он отдаст Богу душ. В общем, можно сказать так, что в устоявшихся, опять-таки, авторитарных, тоталитарных державах, в диктатурах смерть диктатора, ну или уход на пенсию, как в Казахстане, вовсе не гарантия того, что что-то может всерьез измениться. Впрочем, надо сделать одну оговорочку. Это все-таки Восток. На Востоке другая культура. А вот как себя поведут славянские диктатуры, Россия, Беларусь, если их диктатор уйдет, ну или в мир иной, или на пенсию, мы пока не знаем. А значит, у нас есть шанс, что в нашем случае ситуация будет не такая безнадежная, как в бывшей советской Средней Азии. На этом заканчиваю. Продолжаем следить за Узбекистаном, смотрим, что там будет. Я бы очень хотел, чтобы вот это 16-е по счету переписывание Конституции дало бы людям возможность что-то получить и для себя. Может быть, чуть больше свободы, может быть, чуть больше демократии. Ну и думаю, что, наверное, все не зря. И даже сейчас, глядя на происходящее там, мы чему-то учимся. И когда дойдет дело уже до нас, мы что-то сможем. Россия будет свободна. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, галочку. Ну и в общем, вот все, что в таких случаях полагается. Увидимся.